паша привет ревью на двойшот в общем погнали смотри мне нравится динамика бег прикольно выглядит в начале в начале есть такой небольшой цикл дыхания не цикл ну в целом да есть они ты говоришь что не знаешь как улучшить его еще давай чуть его попали шим и в целом будет закончена я отметил для себя такие самые основные моменты которые мне бросили с ходу в глаза и сейчас я тебе их назову смотри что первое прямо открыл и что первое не бросилось в глаза в конце не хватает паузы да вот мы здесь прилетели приземлились и я как зритель я хочу немного подержать тут персонажа вот в этом месте потому что в начале у нас была пауза да потом у нас есть разгон быстрое действие и мы после быстрого действия мы не отдохнули глазом и в целом немного теряется вот это вот как этот логическая составляющая вот этого движения пусть будет тогда слишком сложно высказался вот и в общем здесь не хватает мне паузы для того чтобы я зрительно закончил это движение и вот эта пауза с технической точки зрения с точки зрения боди меха она будет нам еще даже в помощь для того чтобы дотюнить вот это приземление мы здесь коснулись пола да у нас есть контакт левой ногой и нам нужно загасить энергию после прыжка она у нас здесь большая и вот эта пауза она нам как раз таки и позволит сделать овершуты у тебя здесь получается мы просто приходим в позу на колено вот здесь немножко овершутимся телом и все хочется немного чуть-чуть более выраженную реакцию на вот это приземление плюсом мы тут еще агрессивно ну пришли на приземление вот в это пятку в колено да то есть мы тряхнуться здесь мы просто это сделать обязаны если так тоже можно выразиться то есть мы жестко приземлились и на вот эту жесткость мы должны отреагировать то есть тут у нас и грудная клетка будет овершутить и таз и как бы мы и просядем вверх потом чуть-чуть вниз то есть не просто вверх вот эту вот штуку мы должны сделать и как раз таки нам пауза и позволит вот это делать движение так это вот что первое бросилось в глаза такое самое сложное потом давай закончим с приземлением допустим у нас есть то пауза мы поднимаемся где все прикольно 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 и вот мы встали и у нас чисто потом рука доезжает это даже просто ну локоть то есть у нас все тело замерло а что-то одно у нас дорабатывает по хорошему нужно здесь тоже сделать небольшое тачение небольшой овершут мы здесь оттолкнулись от пола да и мы не прилипли просто потом к пространству вот здесь в кайф конечной позе вот а мы тоже чуть-чуть как бы ну качнулись то есть встали вот так вот постарайся замечать у себя вот такие вот моменты где мы просто прилипаем к вьюпорту то есть просто к пустому пространству нужно немножко добавлять торможение после каких-то быстрых движений и даже в целом то есть мы не можем как но роботы просто встать да вот мы все равно чуть-чуть как бы то есть но если я даже принимаю позу то я все равно чуть-чуть как бы но за овершутить значит здесь в конце остаточных движений немножко не хватает и давай в начале здесь прикольно все вот тут до бросилась глаза еще вот тогда она только-только начинает разбег и ну здесь посмотри на проскальзывание я уже прям сейчас заметил вот но мне это как бы не такая критичная вещь тоже можно в конце просто дотюнить вот здесь мы начинаем двигаться всем телом одновременно с одинаковой амплитудой и вот это придает куколь кукольности в движениях да то есть мы как там ну барби начинаем двигаться вот по тем суставам где есть у нас какие-то шарниры вот то есть тут по боди меху хочется видеть а все ты если она закидывает копьем да то можно сделать так что либо она еще рукой отстает то есть мы уже начали действие мы начали шаг вперед да рука с копьем она у нас может немножко как бы отстать мы можем ее через какую-нибудь вот такую арку провести либо наоборот мы можем поступить мы можем в руку добавить осознанное движение это к чему я что у нас на руки это не только вторичка да то есть не у нас не болтаются как рябки мы ими можем двигать осознанно я захотел поднять внука верно вот и мы можем вот эту руку мы можем ее пустить на опережение то есть все сделать как сейчас у тебя но вторую руку мы можем мы ее как немного отставляем то есть у левой руки спейсинг будет свой и он будет не такой активный как у правой то есть правая пойдет вперед и мы можем сделать от плеча сгибаем в локте да и потом мы грудь подключаем вот это все то есть у нас вот такая идет волна и это и есть наши офсеты у нас не у нас не двигается все в одном кадре да то есть мы стояли коп вот это вот все стали но двигаться мы мы двигаемся по очереди в частях тела вот это если ты понял меня о чем я то это хорошо также посмотри грудная клетка вот весь наш корпус он немного не живой чуть как деревянный что ли то есть тут 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 можно на вот этот присед как мы вот здесь немного вот начинаем приседать можно грудной клеткой чуть-чуть отыграть вес чуть сделать оверлап и голова мы мы можем как бы вот с головы податься чуть-чуть как бы вниз ну посмотреть либо наоборот и удерживать горизонт и тогда нам нужно ее как бы отвязать в глобал то есть не к телу чтобы мы не жестко были да к телу головой при привязаны а чуть как бы чтобы мы чтобы ротейты у головы были свои так вот здесь бежим прибеги тоже можно я не знаю насколько это будет видно я не знаю тазы не знаю задачу этой анимации вот я бы добавил бы на голову немного такой встряски потому что она разбегается хорошо но тут смотри тут нужно очень отсматривать внимательно это в целом в пятне чтобы у нас голова не не была как как болванчик да ну который вот на лобовом стекле машины и чтобы у нас не было строба то есть ты можешь сделать покадрово ты листаешь все хорошо а когда запускаешь на play она будет вот так вот стробить вот вот этого нужно избегать и может быть небольшую амплитуду туда добавить а может и нет то есть тут нужно посмотреть небольшой ресерфер вот ну вот здесь как я уже говорил пауза и на вот этой паузе давай еще раз вернемся постарайся добавить вот эту вот всю встряску и по очереди то есть опять не одним движением да как у барби а чтобы у каждой части тела были свои спейсы и свои тайминги свои а все ты вот ну другой части вот других частей тела я как правило обращаю внимание на то откуда у нас был импульс откуда у нас было торможение здесь в данном случае у нас торможение от которого у нас по телу пойдет импульс вот у нас это будет от ног и от руки на первую в первую очередь это будут ноги потому что мы приземлились мы как бы коленом в пол вот и от таза у нас нападет вот этот вот овершут небольшая встряска по телу вот потом у нас тыкается копье и будет встречный импульс от запястья до на плечо и на грудь тут я бы не стал бы его прям так сильно прорабатывать этот вот встречный я бы просто здесь добавил бы какие-то такие шейки общие и смотрел на вес частей тела то есть на объем у нас объемная это голова грудь и таз ну бедра да и вот от них бы и пускал импульс то есть я бы на них ориентировался например на грудь я бы дал чуть больше шейков из-за того что она у нас подвешенном состоянии мы опираемся на копье да она у нас то есть вот эта часть тела она у нас немного как бы не в равновесии так можно сказать не в балансе как у нее нет опоры вот и она у нас будет чуть более подвижная вот на таз бы чуть чуть меньше чем на грудь бы дал шейков ну и от груди у нас конечно там на руку пойдет уже на поле вектор на локоть да но она сама но само собой будет от движения вот там уже но можно даже немножко поле вектор потюнет так ну главное чтобы у нас не ощущалось и кашлась руки чтобы у нас запястье с локтем работала в тандеме и на голову само собой да у нас голова тоже у нее нет опора она у нас в любом случае активно качнется вот наверно на голове у нас и будет самый большой шейк посмотри и специально делал колени вот такие вот да как у как в аниме вот либо же посмотри чтобы ну если так не делал то поправить их чтобы они были плюс-минус по направлению вектора я бы поправил этот момент потому что он такой много немного режет глаз из-за того что мы видим только часть походки да если бы это был цикл либо мы долго бежали им и вот эти движения бы повторялись как-то и она бы отыгрывала бы еще как-то по характеру да то окей а так у нас в целом движение но немножко не вяжется то есть она вот эти вот коленки как-то прячет и то есть она одну ногу только я вот вижу что напрячет может мне из-за этого так кажется но в целом просто я тебе обозначу этот момент там уже порешаешь сам вот здесь когда мы отпрыгиваем нету тоже какой-то такой помощи в прыжке подготовки из моих наблюдений вот если мы бежим-бежим и прыгаем мы либо мы на последнем либо мы на последних шагах перед прыжком начинаем именить да чтобы как бы выбрать момент на толчок нам этого здесь сделать не нужно это как бы не вклеивается в нашу вот эту ну концепцию анимации атаки вот этой я бы сделал просто что вот этот прыжок здесь я бы его здесь поглубже сделал бы присед чуть-чуть как бы да добавил бы по таймингу немного времени на него и то есть вот такое что-то сделал бы очень аккуратно тут нужно поступить чтобы не сломать ритм он у тебя есть но просто его чуть-чуть как бы нужно дотенеть усилить и на вот этот присед он 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 тоже смотри вот смена вот этих кадров у меня это 71 72 у нас тоже происходит без офсетов такое ощущение что как будто мы за руту ее просто присели да то есть вверх тела руки никак по спейсу не отрабатывают и вот здесь как раз таки можно было бы сделать что она допустим когда присаживать в спине она присаживается да сквошится сквошится это не сплющивается а вот мы мы можем распрямиться встреч сквош в спине да и рука она у нее тоже плечами осаживается чуть-чуть как бы да вот и на прыжке мы мы как бы плечами немного оверлапим чуть вниз они у нас отстают и в моменте мы идем плечами на опережение вместе с руками и вот мы делаем вот этот вот ну занос либо мы можем второй вариант мы можем вот здесь мы присаживаемся тоже у нас идут а все ты вот хоп и мы от плеч начинаем это вот это жене да и потом на опережение поднимаем и даже вот сейчас вот но заметь на видео что я когда руку поднимаю то есть от плеч у меня рука отстает да вот и она потом на опережение и идет вверх локоть верно и он еще чуть-чуть как бы дотягивается просто во внимание возьми этот на момент чтобы дотюнивать вот и в целом то и все в остальном но прикольно есть динамика целом все понятно по движениям если резюмировать то я бы посоветовал понаблюдать за собой себе за собой за такими штуками это остановочки после движения не хватает каких-то пауз не хватает моментов завершенности да вот как здесь мы мы стали и как просто прилипли к пространству немного не хватает вот этих вот пауз торможения остановок это знаешь когда мы делаем все прыгающий мячик вот он прыгает прыгать прыгает и уже такое типа вам закончил прыгать и докатывается и он кольца 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 потом чуть-чуть как бы хоп и назад возвращает вот здесь все то же самое то есть мы не зря этот мячик все делаем оттуда мы как бы и берем вот эти вот space и тайминги это все здесь вот тоже самое мы прыгали 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 потом хоп встаем шик и чуть-чуть как бы мы покачнулись и вот это то вот вот это покачивание, оно тоже понаблюдает за собой, чтобы вот второй, то есть первая остановки, второй момент это оффсеты. Не хватает кое-где вот этих вот синхронов, чтобы мы не двигались все как одним контролом, чтобы у нас были оффсеты и спейсы, свои спейсы у каждой части тела. Да и в целом все. Если по резюме, то вот эти две вещи я главные отметил. Не хватает остановочек, не хватает оффсетов. Вот. Чисто такой датюнинг. Я бы вот это все поправил и потом поретаймился, но это я уже от себя тебе скажу, немного по ритму. Я бы вот этот прыжок после того, как мы усиливаем ей толчок, о чем я говорил, я бы его немного поретаймил бы, чтобы она выпрыгнула, и вот этот пик вот здесь. Я бы чуть-чуть туда добавил кадров, не знаю, не больше четырех, наверное, выборочно. Наверное, вот на самом экстремуме, где она, вот сам пик арки, когда она летит, немного бы туда, наверное, четыре даже много будет, может быть, два-три кадра, чтобы она немножко мультяшно выпрыгнула еще чуть-чуть. Вот. У нас в целом это движение, оно нереалистичное. Ну, мы так не прыгнем, да? Ну, если только где-нибудь там на батуте, в зале. И посмотри еще по спейсу вот этот, вот это приземление. Оно у тебя не сочетается сейчас, оно немного не сочетается с самим полетом. То есть ты выпрыгиваешь и потом как бы прилипаешь к полу. То есть закончи его и вот эту резкость лучше показать вот именно на добивании, когда мы в пол приземляемся. Тут у тебя с этим все ок. Просто добавь добавь кадры вот от этого, от самой верхней точки и вот сюда и попробуй потрекать еще, я не вижу сцены моушн-трейлом попробуй потрекать траекторию приземления, чтобы она не была вот такая вот. Сейчас. Чтобы она не... То есть мы вот выпрыгиваем, да? И чтобы она не была вот такая вот. Чтобы мы приземлились. Опять же наш прыгающий мяч, да? Вот. Потому что есть небольшое ощущение, что она вот здесь она как бы теряет траекторию и вот у нее есть арка и она потом как-то вот срезается. но это уже такое тоже по ходу по ходу вот этой деталировки ты уже сам замечаешь и поправишь. Все. Вот. Как-то так.